Хочу вас сразу сориентировать, чтобы каждый из вас имел возможность задать вопрос в конце обсуждения, когда мы закончим. Почему практику корректируем? Потому что сейчас выступят представители органов власти, Минокоммунразвития, Минкунторг, еще выступит в части дисководия, а потом выступит бизнес. Бизнес, который уже расскажет, как у них это реализуется, как они проходят эту дорогу, с какими трудностями столкнулись. И здесь, конечно же, очень важен будет ваш отлик. Как вы эту ситуацию видите, что вы дадите, скажем так, по итогам этого форума нам, в качестве задания, в качестве наказа, чтобы мы уже могли дальше это и с федеральными министерствами обсуждать. Уважаемые коллеги, с нами на связи управление по дисководию Минкунторга России, заместитель начальника управления по общению Алла Юрьевна. Алла Юрьевна, вы нас слышите, видите? Да, здравствуйте, коллеги. Да, Алла Юрьевна, ну, мы от вас не отстаем, последние мероприятия, да, значит, везде вас приглашаем. Спасибо, что отзываетесь и по возможности принимаете участие где-то очно, где-то вот как сейчас в режиме ВКС. Для нас это тоже важно, потому что то, что в этом году запущено в рамках нас проекта по дисководию, это новая тема. И здесь, конечно же, спасибо Минкунторгу за то, что в рамках реализации проектов создания научно-производственных центров вы уже предусмотрели возможность реализации этих проектов на площадках, созданных площадках в Российской Федерации, такие как особые экономические зоны, значит, технопарки. Это прописано прямо в постановлении. Конечно же, с учетом дефицита денег, это важно, чтобы мы понимали и оснащали уже имеющуюся инфраструктуру. У нас к вам, конечно же, вопросы, как всегда, насущные, связанные и с аккредитацией таких научно-производственных центров, и комбинацией мер государственной поддержки, которые предусмотрены в рамках реализации таких проектов. И если вы еще затронете тему резидентов научно-производственных центров, которые также имеют возможность получать меры господдержки по линии Миноборнауки, будем вам очень признательны. Пожалуйста, вам слово. Да, полетен, здравствуйте. Надеюсь, видно хорошо. Презентацию, прошу, как первый слайд не поставить. Да, спасибо. Да, Анастасия Александровна, спасибо. На проект, как вы уже сказали, предусмотрена у нас такая мероподдержка, как специально-производственные центры. Семью является формирование определенных дефицитных цветов. При этом мы стремимся сделать так, чтобы инфраструктура была направлена на стечение полного производственного свеча. От разработки до вводных коммерческих эксплуатаций перспективных вопросов для селожников. В 27-м году у нас классно предстоит показатель 48 МЗС в различных субъектах Российской Федерации. Буквально вчера, два дня назад, у меня 11 регионов улучшилось статус МЗС. Эту музыка, республика, два дня назад я их поздравила с дысковой инфрекцией с больным и статусом. Статус МЗС никак не влияет на конкурс на огонь. Я просто, пожалуйста, запишаю на вопрос. То есть статус можно спешить в боевое время дня и ночи, и эти заявки так максимально быстро отсматривать. Также у них тоже неопределенные правила решения статуса МЗС. Это постановление 328 приложения и статус. Можно записать, если, по-моему, это актуально и неимо. И по конкурсному обзору, который на 25-й год на 3-й год планируется, я буквально вчера внесли в МЗС свои предложения по бюджету на 25-й год. Но он не такой разный, как хотел бы я его видеть. Я пока не об этом вернусь у вас. Поэтому, скорее всего, кто планирует участвовать в возборе на 25-й год, я, скорее всего, доеху с маршруем 15 апреля подать ему. Я вас прошу оперативно, со мной оставаться в региональный программ и показать все документы. Ну, просто если на меня звонится в последние несколько дней, я просто физически не успею. Поэтому заранее я вам скажу, что в мой телефон-контакт есть у всех. Я всегда всем отвечаю, даже если на совещании я перед вами буду. Отработайте со мной, пожалуйста, в вашей заявке в оперативном порядке работаем. Также у нас МЗС делится на крупные и малые. Я попрошу следующий слайд, чтобы наглядно было понятно, что я тебе предстоит только немало. У нас важно подчеркнуть, что в рамках рекомендации допускается использование в составе МЗС объектной инфраструктуры, имитируемые имущества, технопарков, автобус-экономический зон, индустриарных парков, индустриарных фондов, научно-технических центров и территории окружающего развития. Перечень оборудования определяется на этапе разработки концепции эксплуатирования МЗС. Также, если, коллеги, у вас эта концепция готова, она есть. Я буду успеваем держать, хотя бы в каком-то виде ее прислать, показать, потому что не звать в каком времени на отбор. На данный момент у организации специальной инфраструктуры 10 более 200 президентов и 1,5 уровня в сотрудничестве является разведка. Это технология навигации, сестра вовлении, системы оборудования и подавления БПЛА, также создательную систему. Данные технологии представляют собой технологии по нему значения. Говоря о состоянии инфраструктуры МЗС, в общем и целом, в платформе МЗС собраны информация от 50 до 50 декабря в церкви в качестве процесса. Включая главный запуск – это длень и стильный готовность к регионам. Фестерализация в счетах наукно-технических производственных заделах и особенности применения ПААС. Так, на третьем слайде я вас прошу вывести на экран. Эта платформа института глава. 13 субъектов, что в России в США мы планируем создать крупные институты. Таким образом, благодаря нашей проекту «Диспроизводная система» на облике института «Диона» давно в консенсусе с контрольным ценом в том числе института в 4 базы. Смотрите, у меня все. Предлагаю вопрос-ответ, потому что конкурс у меня начинает буквально меньше месяца осталось. Соответственно, я сейчас как-то не отрабатываю, если есть вопрос о финансировании или что-нибудь для подачи, готово. Алла Ильин, огромное спасибо. Информация очень полезная. Очень рассчитываем, что ту динамику по финансированию этих проектов вы отстоите, поддержите и реализуете в 2025 году в рамках предстоящего конкурса. Я думаю, что вопросы, конечно же, по итогам нашего мероприятия будут. Мы их сформулируем и, конечно же, с вами их обсудим уже в таком, знаете, рабочем порядке. Вот если вы не планируете остаться с нами до конца нашей сессии. Планирую остаться. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, давайте поаплодируем. Все фиксировали уже, что начиная с 15 октября осуществляется прием заявок не просто на аккредитацию, а уже можно и аккредитоваться, и подавать заявки на денежки, на субсидии по оснащению научно-производственных центров в сфере беспилотия. Ну и, конечно же, и управляющая компания, в данном случае технопарка, индустриального парка, особенно экономическая зона, она, собственно, может становиться управляющей компанией такого научно-производственного центра. При условии соблюдения определенных требований по 328-му постановлению. Итак, отфиксировали, что здесь мы также можем себя дооснащать таким оборудованием, также можем обеспечивать своих резидентов соответствующей инфраструктурой. Уважаемые коллеги, сегодня с нами опять Александр Андреевич.